В эфире обзор прессы на первом деловом в пятницу 7 июня в популярных украинских изданиях читайте о таком. Какими бывают салонные фильтры, как часто их нужно менять, чтобы пыль не оседала в салоне автомобиля и в легких пассажиров. Подробно об этом и о признаках загрязнения фильтра читайте в свежем номере еженедельник автоцентр. Всем очевидно, что деловые люди не умеют отдыхать. Многие просто приучили себя, уговорили это делать. Главный принцип их жизни – смена занятий, лучший отдых. Хорошо, если это действительно так, ведь следует помнить, что рано или поздно отсутствие отдыха обязательно отразится на эмоциональном и физическом состоянии человека. Проблемы, препятствующие правильной организации собственного отдыха, могут быть количественными и качественными. Продолжение в издании «Компаньон». Министерство юстиции хочет модернизировать систему принудительной реализации имущества. Согласно с проектом приказа Минюста, с 1 января 2014 года арестованные имущества будут продавать через специальную информационную систему. Подача и обработка заявок на участие в электронных торгах, а также информация про аукционы будет проходить в электронной форме. В Минюсте уверены, такой формат обеспечит свободный доступ к имуществу и облегчит реализацию. Между тем, эксперты, которые ознакомились с проектом, утверждают, что визуализация продаж позволит сохранить большинство используемых реализаторами схем. Больше комментариев. Принят законопроект, положение которого предусматривают создание юридической фикции. Согласно ей, юрлицо будет считаться совершившим преступление в случае, если преступление совершили его руководитель, учредитель, участник или другое полномоченное лицо. Детали в судебно-юридической газете. Продолжение следует...